Так, ребята, добрый день! Сегодняшняя лекция у нас подвящена истории русского литературного языка, истории нашего правописания, то есть мы будем говорить о реформах, которые проходили в русском правописании. Для этого мы должны вспомнить все этапы формирования русской письменности. Кроме сегодняшней лекции, я присоединю еще файл с презентационным материалом на тему «Славянская азбука». В этом материале будет и теория, и практика. Но практические задания будут с ответами. Задания, да, и там тоже будет ответ. Презентационный материал рекомендую рассматривать, просматривать не в таком формате, как сейчас вы видите, то есть когда с левой стороны для удобства лектора последовательно размещены слайды, а вы должны рассматривать в широком формате, для того, чтобы, ну, сохранить какую-то интригу. То есть у вас есть задание. И пока вы не клепите там мышкой или клавишей, у вас не всплывет окно ответа. Если вы будете просматривать презентационный материал вот именно в таком формате, то, ну, такая, к сожалению, анимация будет отсутствовать. И у вас просто на слайде будет высвечиваться одновременно и вопрос, и ответ. Ну, так что, мне кажется, так удобнее все-таки дать возможность своей замечательной голове поразмышлять над такими разными вопросами и связанными с историей как раз орфографии. Это будет находить отражение в лексических пластах и орфографических. Ну, кроме этого, нас еще ждет контрольная работа по этой теме, потом у нас разбор и там консультации, поэтому мы с вами будем общаться. И недостаточно тесно. Ну, давайте с вами начинать вспоминать, откуда же берет свои корни, откуда же берет свои основы именно русский язык. Ну, русский язык входит в систему славянских языков, да, а славянские языки вырастают из такого мощного ствола индоевропейской языковой семьи. В эту семью также входят группы языков различных. Индийская группа входит, и иранская, и греческая, итальянская, и романская, и кельтская, германская, и балтийская группа языков. И в этой же группе мы в индоевропейской увидим армянский, заколбанский и так далее. Мы с вами, конечно, концентрируемся на знаниях групп славянских языков. В восточнославянскую группу у нас входят русский, украинский, белорусский. В западнославянскую группу польский, чешский, словацкий, верхнелужский, нижнелужский. Ну, так как таких государств не существует, поэтому почему-то ассоциируется вот эта группа славянских языков по этническому и государственному признаку. Ну, в общем-то, да, это совпадает, но это не касается верхнелужских и нижнелужских языков. Южнославянская группа – это болгарский, македонский, сербо-хорватский и славянский. Все славянские языки, они родственные по происхождению, и общим их источником является праславянский или общеславянский язык. Праславянским или общеславянским языком называется языковая система, которая суммирует вот такую живую речь славянских племен. От времени их, знаете, сложения или такого племенного соединения до возникновения на их основе ранних славянских народностей. Вот тот научно восстанавливаемый язык, который служил следствием общения у славян в ранний период их истории, вот принято называть праславянским. То есть, ну, это та ступень, которую, ну, еще можно как-то восстанавливать. И вот этот общий источник праславянский язык, он, конечно, роднит все славянские языки, наделяет их множеством сходных признаков, звучаний, значений. Ну, давайте сравним русские, допустим, болгарские и польские именования. Я имею в виду первый пункт на полногласном сочетании. Вот в русском мы видим в слове берег, болгарский это будет бряк, польский бряк. Вот наша задача сейчас увидеть это единение, то есть вот эти общие корни. Несмотря на то, что в польской традиции используется латиница, тем не менее мы видим, что родство не вызывает сомнений. Второе, посмотрите, вторую группу, как-то, наверное, наличие начального О в ряде слов, которые имеют вот эту особенность южнославянских и западнославянских языках, как-то это сочетание идет и Е в начале слова. Ну вот русская осень, а в болгарском и в чешском уже пойдет весень и весень с этой ютируемой, с этим ютируемым рементом. Наличие О и Е на месте редуцированных Е и Е в сильной позиции мы фиксируем при произношении и в гласных, и в других славянских языках. Опять же, примеры это все достаточно ярко показывают. Русский возьмем слово в сон, в сербском сон, в чешском сон. Давайте посмотрим на еще некоторые закономерности, на ту общность, которая есть. Почему я обращаю внимание сейчас на область фонетики, потому что вот нам легче всего увидеть эти сочетания, которые потом находят отражение в орфографическом будущем правилах и потом уже формируют вот эту вот систему морфемно-словообразовательного уровня. Посмотрим на сочетание ролла-релли на месте общеславянских сочетаний. Когда в положении внутри слов между согласными мы видим тоже вот эту общность, эту закономерность. Посмотрите, пожалуйста, общеславянское, то, что еще могли восстановить первый этап, который восстанавливается. Общеславянское блэш, русское блэха, болгарское блэха, чешское блэха. У нас на олимпиадных заданиях порой встречаются интересные подходы подходы к анализу языковых единиц, когда необходимо сравнивать языки. Дается определенная подсказка в последовательности появления, допустим, тех или иных чередований, или тех или иных единиц, и нужно это все восстанавливать. Вот когда мы видим закономерность, это прекрасно, но когда у нас еще есть знания, связанные с вот этой особенностью, особенно славянских, да, знакомых этих сочетаний, ну, тогда, я думаю, успех просто гарантирует. Посмотрите на пятый пункт в сочетании ор, гер, о, да, на месте общеславянских в сочетании терт, лит и тыт в положении внутри слова между согласными. Общеславянские, да, мы видим терк, русский торк, болгарский терк и польский так. Посмотрите, посмотрите, близки произношение с ж, да, на месте общеславянского сочетания джи, тогда как в других у нас славянских языках мы находим, конечно, и нынче видований. Вот, посмотрите, надо было, конечно, сначала русский написать вариант, но против истины то не можем уходить, да, все-таки начиная от общеславянского нынче, нынче, русский, нынче, утратилось в языке, когда такая была модель, да, у нас первоначально без д, да, а вот в болгарском уже нужда, у нас как раз вот это д же и стало появляться, да, и польская нужда. Ну, давайте еще одну закономерность тоже посмотрим, потому что, ну, вот, когда мы говорим, что у нас единые корни, да, вот, насколько это действительно интересно, насколько это доходчиво и аргументированно можно увидеть, когда ты сравниваешь не одно, там, два явления, а когда это несколько у тебя происходит. Вот, посмотрите, произношение ч, да, на месте общеславянских сочетаний ч, фи и гды. Перед гласными, так, пропущу гласными переднего ряда, тогда, как в других славянских языках, находим другие звуки. То есть, смотрите, общеславянский швета, русский свеча, болгарский свеч, свечица, польский фица, общеславянский, опять же, мокти, русский моч, болгарский идет существительная мощь, чешский москва. Ну, и все восточнославянские языки на месте общеславянских с чепаной гласных носовыми согласными, которые позднее уже перешли о-е, да, и имеют соответственно звуки у-и-а. А вот это вот точно уже у нас общие. мы с вами сказали, что общее является прославянский или общеславянский язык, который является таким как бы исходным, да, то есть который сформировался на базе или на основе ранних славянских народностей. Дальше поднимаемся в следующий этап понимания формирования письменного языка старославянский язык как древнейший литературный язык славянских. Ну, у нас старославянский язык это самая такая ранее дошедшая до нас письменная обработка. То есть если что-то мы пытаемся как бы восстанавливать, то это действительно уже тексты эти дошли. Такое письменное закрепление славянской речи. Ну, первые памятники старославянской письменности относятся ко второй половине девятого века. Они представляют собой такие переводы переводы с греческих богослужений книг книг и можем сказать, что это и поздние конечно уже не переводные оригинальные произведения. Но так как старославянский язык имел такую близкую другим славянским языкам звуковую систему и грамматический строй и словарный состав, он очень быстро распространился на вернее в славянских странах в качестве языка церковной научной ну и отчасти художественной литературы. Все другие языки были закреплены письменностью уже значительно позже. Древнейшие сохранившиеся русские памятники письменности, если мы говорим о русском языке, то они относятся ко второй половине 11 века. Ну а кстати вот древнечешские памятники, которые остались, это вот на сегодняшний день зафиксировано последние поиски, это были в 13 веке вот рукописи, которые остались раньше, ну вот что-то уничтожено наверное, да. Ну то есть получается, что старославянский язык в ряде случаев дает возможность представить славянские звуки и формы на их древнейшей ступени развития. Ну на рус уже старославянский язык приходит в конце 10 века в связи с примятием христианства ну как язык церковной письменности, то есть примятие христианства в 988 год да. Вот в настоящее время старославянский язык ну вот язык относится к языкам мертвым на нем не говорят и не пишут. Исчезновение старославянского языка как живого прошло рано, ну не позднее 11 века и объясняется это тем, что этот язык настолько близок к языкам славянских народов, где он был распространен, что он стал подвергаться воздействию народно-разговорных языков этих народов. И таким образом он постепенно стал утрачивать свое такое первоначальное качество и наконец вообще исчезает как язык. Однако исчезновение его произошло конечно не мгновенно. В церковно-религиозной литературе все больше и больше проникало вот такие проникали элементы народно-разговорной славянской речи и вот тот тип русского литературного языка, который имел в своей основе старославянский язык стал именоваться теперь у нас церковно-славянским языком. То есть такой как бы русский вариант старославянского языка. И вот церковно-славянский язык он долгое время был языком таким как бы даже надэтническим что ли. То есть он выполнял функцию религиозно- такого разговорного языка. на Руси его знали ему учились но для русичей он не был родным. И сохранение вот такого церковно-славянского языка на Руси вплоть до Петровской эпохи ученые объясняют ну такой необходимостью или потребностью церкви сохранение там культурных традиций. Давайте с вами посмотрим на основные этапы развития древнерусского языка. Мы говорим о как бы постепенном осознанном понимании того как формировалось письмо. вот мы сказали с вами о прославянском об общеславянском языке дальше этап идет старославянский язык который попадая на народную почву имеет особенности да и в русской традиции он стал восприниматься как церковно-славянский язык несколько этапов у нас развития древнерусского языка с 6 по 9 век это восточно-племенные диалекты это вот как раз этап такого прославянского хорошего общеславянского языка и вот с 9 по 14 век я красного выделила чтобы у нас эти даты хорошо запомнились фиксируются как язык древнерусской народности который имеет тоже видите несколько этапов вхождения в язык то есть с 9 века до первой половины 12 века это единство древнерусского языка и наличие диалектов как бы вместе они сосуществуют ну и потом во второй половине уже 12 века до 14 века уже выделяется древнерусский язык из диалекта если мы эту шкалу времени продлим дальше то у нас с 14 по 17 века идет распад древнерусского языка и образуется русский язык наряду с белорусским и украинским языком с середины 17 века и 18 века это фиксируется такой начальный период формирования национального русского языка и с 19 века по 20 период развития национального языка логичнее тут написать с 19 по 21 но вот как-то в периодизации останавливается на 20 веке вот когда мы смотрим эту шкалу временные когда мы пытаемся понять из каких этапов то есть как формировался письменный язык и как это отражалось на датсу на правописании мы конечно не можем обойти вниманием великих просветителей Кирилла и Микодия которые создали на первом этапе астику у нас была глаголица да а потом кириллиц ну вот великие там да еще раз повторюсь просветители философы ученые своего времени да они приступили к очень важной в свое время работе к работе над славянской азбукой и переводу греческих церковных книг на славянский язык еще до работе в арабском посольстве это те ученые которые не сидели на одном месте да у них достаточно богатая география была перемещались они конечно по Европе легко была создана сначала у нас с вами у нас с вами потому что мы не можем себя от отдельно от этого индоевропейского и нашего ответвления славянского древа ощущать так вот была создана для нас да для славян глаголица ее название происходит от существительного глагола то есть значит слово речь да ну глаголица конечно отличается такой графической гармоничностью вот если мы внимательно посмотрим ее многим буквам свойственен такой петлеобразный рисунок некоторые буквы глаголицы кирилл кирилл ориентированы на порядок букв в греческом алфавите то есть кирилл вовсе не отказывался от греческой основы своего изобретения но создавая свою азбуку кирилл сам придумывал целый ряд таких новых букв он использовал для этого важнейшие христианские символы и их сочетания вот крест как символ христианства как искупление грехов спасения там треугольник как символ святой троицы или там круг как символ вечности ну вот не случайно если мы посмотрим на первую букву на аз да первая буква древнейшего славянского алфавита как современному соответствует современной букве а вот эта буква создана специально для записи священнох христианских текстов имеет форму кристалла если так посмотреть там стилизована конечно но там имеется форма кристалла вот буквы ижи которая соответствует нашей и и вот послово которое соответствует современной буквы это ижи видите да второй ряд получили одинаковые как бы начертания да то есть перевернутые которые соединяют символы вот такой троичности и вечности соответственно да конечно если мы вот сейчас обращаемся как раз к времени второй древней к созданию второй древнейшей славянской азбуки киевицы справедливости ради нужно нужно признать что она уже была создана после смерти Кирилла Энисодия учениками их эта азбука была создана в восточной Болгарии уже в конце 9 века ну вот по составу расположению и звуковому значению букв Кириллица почти полностью совпадает с глаголицей но а резко конечно отличается от нее сурмой букв и вот в основе этой азбуки лежит греческое торжественное письмо так называемый устав однако буквы необходимые для передачи там особых отсутствующих в креческом языке звуков кирианской речи были взяты из глаголицы и составлены по ее образцам таким образом Кирилл конечно имеет прямое отношение к этой азбуке ее название кириллица вполне оправданно вот в несколько измененном виде она до сих пор используется в нашем алфавите она также используется и в алфавите белорусами украинцами сербами болгарами македонцами если посмотреть на количественный состав то кириллица состоит из 43 букв 24 буквы заимствованы из греческого унициала унициальное письмо это такое письмо взятое за основу это такое греческое унициальное письмо из такого понятия оно используется для торжественных книг кириллица состоит для торжественных книг значит только заглавные буквы состоит только из заглавных букв единого шрифта кстати вот первые разновидности букв прописные строчные вводит только Петр первый в образцы азбуки в 1710 году как вы видите тут только заглавные буквы в греческом языке не было многих звуков имеющих имеющихся в славянских языках не было естественно в греческом письме соответствующих букв поэтому в кириллицу применительно к особому такому звуковому составу старославянского языка было введено 19 новых частично да это нужно признать частично заимствованных из других алфаитов мы можем назвать какие-то буквы частично заимствованы допустим Ш и Ц да а также частично или там специально созданы для этого букв если мы конечно посмотрим на именование букв да которые рядышком как бы расшифровывают нам да эти послания которые нам отправили предки вот каждая буква имеет ну не просто объяснимое значение там скрывается определенный смысл как вы видите не только буквенный но и цифровой практические задания в контрольной работе которая будет она также будет включать в себя и вот такие вопросы с расшифровкой числовых значений через буквы ну вот смотрите а да это вот такое личное местоимение первого лица единственного числа в общем-то у нас не вызывает сомнение значение этой буквы то есть такие слова иногда с непривычной для нас формой именительного падежа единственные числа они вот как-то так странно оформлялись как брыда бровь там да там любви там любовь и так далее веди ну форма от глагола видите то есть знать да глаголь ну форма там глагола глагола говорить добро ну значение тут вполне ясно есть это третье лицо единственного числа настоящего времени от глагола быть живете да второе лицо множественное число настоящего времени от глагола жить зело наречие со значением весьма сильно очень вот при переводе некоторых текстов иногда не хватает вот этой точности в переводе синонимичная замена не всегда раскрывает вот тот глубокий заложенный в этих символах смысл так зело это весьма сильно и очень да иже или и восьмеричный да местоимения со значением тот который который церковно-славянском языке это союз что то есть восьмеричная эта буква называлась еще потому что имела числовое значение цифры зосем в связи с названием ижи вспоминается острота пушкина лицей лист облажен ижи сидит каше ближе и дальше и десятиречное называлось так по своему числовому значению дети вот любопытный факт знаком для числа девять в кириллице как греческой азбуке оставалась у нас все-таки фита помещавшаяся у нас в алфавите вообще предпоследование тут как бы последовательность нарушена как то есть вопросительное наречие как люди значение не требует разъяснений да мыслите форма от глагола мыслите наш полностью соответствует у нас притяжательному местоимению он соответствует понятно личному местоимению третьего лица единственного числа рфы форма от глагола речи то есть говорить вот любопытно что до самых последних времен на флоте флажок вот с белой внутренней и двумя там голубыми наружными полосками означавшие во флажной азбуке буквы р и сигнал там дежурное судно да и вот мороклавная повязка да таких же цветов там идет дежурный именовались со времен Петровского морского устава устава рфы рфы дежурный слово значение сомнений не вызывает твердо также не требует комментариев твердо пук ну по старой по старославянски означает учение ферт ну этимологии этого названия буквы ученым достоверно не выяснили от очертания знака пошло выражение стоять фертом да то есть руки в боке сочетание считается что это сокращение слова херувин вот наименование одного из чинов таких ангельских да но так как буква крестообразна то развилось значение глагола там как бы зачеркнуть все да то есть упразднить уничтожить он великий греческая омега получившая у нас название по букве он да ц название звукоподражательное червь в старославянском и древнерусском языках слово червь значило красная краска а не только червяк название буквы присвоено агрофоническое то слово червь начиналось именно с ч ша ща обе буквы названы по знакомому нам принципу то есть сам означаемый буквой плюс какой-либо гласный там звук и перед ним и после него еры название это буквы составное то есть ер плюс и делялось как бы описанием ее формы но мы давно уже переименовали ее в гласный и мы видя наше нынешнее изменение написание у предки несомненно назвали бы букву ерей так как мы заменили в ее элементах ер там твердый знак на ерь в кирейце же она состояла именно из ера и десятиричного ер условные наименования букв которые перестали выражать звуки такого неполного образования и просто стали знаками яд ну полагают что название буквы яд может быть связано с яд то есть едой в пище ю я эти буквы называли согласно своему звучанию так же как буква и э означало етированное э юс расхождение названия не ясно пытались выводить его из слова ус которое в староболгарском языке звучало с таким ну носовым звуком в начале или слово юсеница как гусеница но объяснение не представляется бесспорно фита ну вот в этом виде перешло нарусь название греческой буквы которое называют там в разное время то тета то фита ну и соответственно означало либо звук близкий к ц либо же звук который теперь ну западный алфавит и переведет как ц мы услышим близким к нашим г вообще славяне переняли фиту в то время когда она читалась как ф вот именно поэтому например слово библиотека мы до 80 века писали виблиофика виблиофика мы я все время говорю мы понятно что мы с вами не жили в это время но мы себя не отрываем корнями нашего родословного славянского ответвления от европейских языков ну ижицу это греческий такой и все который передает звук ну как бы стоящий между нашими и июн фамилии там мы можем это ижицу видеть фамилия гюго вот между июн по разному передавали первоначальный звук подражая греком и там славян ну вот когда мы смотрим на азбуку да вот до недавнего времени считалось что азбука это просто буквы языка да расположенные там в определенном порядке что-то у нас высвечивает непонятно что да расположены в определенном порядке ну это вот то есть просто значки и все да ну и русская азбука это такое уникальное явление среди всех известных способов буквенного письма она отличается от других алфавитов не только тем что здесь один звук одна буква и в этой азбуке только в ней есть содержание русская азбука это не только набор букв соответствующих звукам это еще и целое послание к славянам вот смотрите азбуки веди то есть я знаю буквы да глаголь добро есть письмо да это достояние живите зело земля трудитесь усердно земляне такое как бы азбучное послание да в переводе на современный язык мы можем так вот попытаться да адаптированно это все подать да и и же как люди как подобает разумным людям мыслите наш он покой постигайте мироздание рцы слово твердо несите слово убежденно ну вот такое интересное послание да мы пытались с вами переложить на систему современного русского языка вот когда мы сопоставляем древнеславянскую или древнерусскую эту буквицу да и современный русский алфавит мы видим что ну я бы сказала так огромное количество букв утеряно огромное по сравнению с общим составом для меня это огромное да это 16 букв утеряно и причем причина исчезновения этих букв в том что они выполняли смысла различительную функцию лишь на письме давайте обратимся к примеру а когда люди между собой вот разговаривали то есть возникало или могло возникнуть непонимание поскольку буквы имели разное написание но почти одинаковое звучание обратите пожалуйста внимание на следующие примеры про описание слова мир и как состояние без войны и как вселенная и как община и как благовольное масло и как мера времени то есть получается что в процессе развития совершенствования нашего письма изменились или стали меняться названия букв старые кириллические названия оставшиеся оставшиеся букв алфавита знаете как азбуки вери они как бы перестали совпадать с их звучанием и даже почему с 18 века были устранены эти названия и вместо них принято называть АБВ то есть азбуки вери да АБВ и так далее ну как в латинском алтанике это значительно упростило письмо и чтение древнерусского языка поскольку название буквы указывало теперь на соответствующий этому названию звук название азбуки вери и так далее употреблялось наряду с названиями типа АБВ еще кстати в 19 веке и даже в начале 20 но окончательно конечно победили такие краткие названия этих букв лишь в начале вернее лишь в советское время ну вот когда мы все-таки возвращаемся к истории пытаемся провести эту линию подойти к нашей уже орфографии современной а вот невозможно говорить об истории орфографии не вспоминая азбуку да и поэтому мы с вами и обратились и к глаголице и к кириллице чтобы увидеть некую закономерность узнать знакомые символы возникает вопрос какие какими же первые какие же первые книги были переведены братьями Кириллом Нефуди на славянскую используя славянскую славянскую азбуку и конечно первое это было Евангелие за ней уже последовал псалтырь и апостол и постепенно весь чин церковного богослужения облачился в новый наряд в славянский в процессе перевода был создан как раз вот этот вот первый общеславянский литературный язык который обычно называют еще старославянским там граница настолько тонкая настолько все не происходит в языке скачкообразно старославянская книжность существовала в разных славянских землях ее использовали мы знаем и Чехии и Словакии и Болгары я намеренно повторяю это очень тесно для нас группу славянских народов и сербы и славянцы а позднее уже наши предки восточные славяне и продолжением такого старославянского языка еще раз напоминаю становятся местные разновидности вот это продолжение изводы их называли или редакции называли вот они образовались уже из старославянского языка под влиянием живой народной речи поэтому появился наша традиция мы говорим древний русский язык так а так как различие между изводами то есть между этими редакциями церковно славянского языка невелика поэтому произведения созданные на одной языковой территории легко читали понимали и переписывались в других землях и вот когда мы говорим что есть некие приметы этих старославянизмов вот мы сейчас обратимся с вами к примерам к словообразовательным примерам старославянизмов обратите внимание когда мы говорим об истории письма пытаемся выяснить вот эту закономерность появления или исчезновения каких-то символов или их новых соединений конечно мы обращаемся к структуре слова то есть мы в данном случае смотрим на славогазовательные особенности итак старославянским по происхождению давайте вспомним с вами являются приставки июн июн при через посмотрите на примеры слов из лить соответствует русскому аналогу вылить излить душу да у нас еще даже осталось такое переносное значение старославянскому истекать соответствует русское вытекать вот это вы знаете очень полезно помнить для перевода текстов да потому что вот та общность или тот нарратив который вы понимаете когда читаете тексты удивленный русский старославянский вы иногда вот эта похожесть кажется что ну корень-то известен а приставку использую там с примерным значением а там смысл может корни поменять обращайте пожалуйста на это внимание ну вот старославянскими оказываются слова спреломить ну вот тут мы как раз очень хорошо знаем орфографическое правило да при пере да близкое позначение к пере вот видите какая близкая да у нас этимология вот просто в современной орфографии мы пользуемся вот теми связями которые уже налажены со старославянскими как мы говорим традициями да при пере это все в орфографии у нас нашло отражение ну там чрезмерно так дальше посмотрим давайте посмотрим на суффиксы да вот суффиксы стви чьи тва тель и так далее шествия арь пахарь пахарь да египтянин анин христианин братство да обратите внимание что история языка приводит к тому что во многих случаях слово может обладать одновременно особенностями старославянского языка и как бы приобретенными собственно русскими особенностями вот для иллюстрации вам приведено слово гражданин и горожан вот общий старославянский суффикс но разное оформление корней еще одной старославянской приметы окажется начало сложного слова если мы видим с вами слова которые начинаются с элементов благо силие богу добро мало но смело можем сказать что это такая примета старославянского старославянского языка ну кроме того старославянизмами окажутся все три части которые в современном русском языке уже стали прилагательными да потому что у них уже суффикс идет уч и яч да то есть вместо уч и уч в современном языке это уже у нас прилагательный горящий дом и горючий материал да стоячий там вода стоячая давайте с вами теперь перейдем к перейдем с вами к такому еще раз уточнению в того что мы до этого с вами посмотрели и то что вспомнили и так язык на котором говорят в то время или говорили да вот все время мне хочется и настоящее и прошедшее как бы не разрывать потому что говорили кажется что это было давно и вообще это не очень если вот как-то хочется сказать что они говорят да в то время наши предки принято называть древнерусским таким образом после крещения Руси на ее территории функционирует живой разговорный язык восточных славян древнерусский и литературный письменный старославянский они как бы сосуществуют да который принимает в себе некоторые черты живого и в таком виде существует вплоть до 17 века в качестве основного письменного литературного языка то есть такие знаете очень жесткую границу между там древнерусским и старославянским как вы понимаете не всегда легко провести поскольку вот они сосуществуют ученые называют этот язык цирком на славянский оставляя термин старославянский для языка 9 века того самого который создал Константин и его ученики то есть для того самого языка на древнерусском языке письменность осуществляется но это деловая и бытовая переписка тогда как художественные произведения летописи жития святых получения пишутся с ориентацией на книжный церковно-славянский язык то есть вот это называется как говорят сосуществование ну теперь мы с вами готовы как бы перейти мы же переходим к истории русского правописания и можем тут выделить несколько таких важных этапов понимания становления этого русского правописания ну начинается все с возникновения русского письма которое складывается в 10-11 веках на основе вот старославянский азбука и кирилл дальше у нас идет следующий этап это реформа русского письма которую осуществляет Петр Первый и дальше у нас идет реформа 17-18 года то есть мы с вами сейчас в этих этапах и поговорим ну еще раз ставим акценты на вхождение в систему русского письма вот этой основы как кириллицы как азбуки составлены в 863 году и этот год 863 считается датой рождения славянской письменности то есть так как мы познакомились с этой письменностью через такой прекрасный так назовем перевод греческих богослужебных книг переводил их Кирилл главным образом то конечно история письма на Руси можем сказать напрямую связана с христианством на Русь книги написанные на основе кириллицы попадают в конце 10 века то есть получается почти 150 лет спустя после первых переводов Кирилла его брата Нефотия эти книги перевезенные из Болгарии были написаны еще раз конкретизирую на старославянском языке понятном в ту эпоху во всем славянском мире вот по этому поводу по поводу вот вхождения да в русское письмо вот этой традиции общеславянской да очень интересно написал со временем Бадуэнду Куртуне он называл русское письмо вот так вы знаете платьем с чужого плеча ну потому что все-таки привнесенная была да модель все-таки древо-то одно но модель все-таки привнесенная поэтому так как это платье с чужого плеча естественно это платье пришлось подгонять да а кое-где ушивать некоторые буквы старославянского письма оказались лишними для древнерусского языка так древнерусский язык уже утратил носовые гласные звуки которые передавались юсами там большим и малым да поскольку они совпали у нас очень так легко с произношением в произношении со звуками которые уже обозначались на письме буквами у ю я ну дублёж был просто не нужен некоторые же буквы старославянского языка пригодились древнерусскому ну хотя нужно сказать что они со временем изменили свою функцию так буква е на конце после там твёрдых согласных передавалась уже там очень краткий гласный звук да какой-то между а и у и уже приблизительно там к 13 веку этот гласный звук в конце слова вообще перестаёт произноситься и вот по традиции мы пишем писали там твёрдый знак но вот он у нас в общем-то оставался вплоть до реформы 1918 ну получается что эта буква в общем-то древнерусскому языку тоже как бы была не нужна так как она передавала особый звук несколько ещё отличный от е которым в дальнейшем потом совпадало ну время есть время всё меняется ничего не стоит на месте и возникает такая интересная необходимость введения понятно что книгопечатание у нас начинается в России в 16 веке и усиливается общественная потребность в упорядочении алфавиты и правописания и вот грядёт первая реформа русского письма вот я сейчас да хочу показать эту первую страничку гражданской азбуки первая реформа письма которая осуществляет была осуществлена Петром первым в 1708 1710 года то есть из алфавита были устремлены ряд ненужных букв то есть буквы передающие одни и те же звуки ну то есть для нашего произношения они были избыточными это омега пси и ижица устраняются надстрочные знаки титлы и вводится новая буква буква э и такой реформированный шрифт получает название гражданской азбуки или гражданинца хотя нужно сказать что некоторые лишние буквы все же остались осталось фита и ядь и десятиречная и вера и едь и вот очень интересные черновики остались с собственноручными исправлениями Петра Первого когда он вот зачеркивал ненужные с его точки зрения буквы вот если мы посмотрим на первую строчку то Петр Первый зачеркнул первую букву и по счету у нас у вас стоит третья и как вы понимаете он выбирает вторую и четвертую прямо совсем близко это как вы видите вводится не только заглавную букву на протяжении девятнадцатого начала двадцатых веков продолжалась работа по освобождению алфавита от оставшихся в нем дублетных букв и постепенно разрабатывались правила орфографии в 1904 году при академии наук была образована орфографическая комиссия которая подготовила и в 1912 году опубликовала проект реформы русской орфографии вот новая реформа орфографии была утверждена уже при советской власти правительственными дегритами 17-18 годов этой реформой были разрешены основные вопросы упорядочения и упрощения русского правописания из алфавита были изъяты буквы ять и десятиричные фита ер ну вот ер многие писали что была изъята еще ижица но ижица еще была изъята официально реформой Петра I хотя иногда использовали ижицу для написания и вот новые правила были выстроены и правописания они были утверждены и в 18-м году и кстати в основных своих чертах они сохранили свою силу и в наше время несмотря на то что в 1956 году уже вышли правила русской орфографии и пактуации но они никоим образом не изменили существующие символы которые раз и навсегда были упразднены ничего больше другого не было добавлено ну вот я привела в качестве примеров использования изъятых букв они выделены красным цветом нетрудно догадаться в данном случае избыточность ера ну вот наличие и десятиричного очень интересно было уже в примерах со словом мир да ну и приехал да читается как е я вот даже прописала вам как это лучше понять да как воспроизводится это ядь ну эти это избыточность опять же здесь налицо да если у нас и е идет закон когда мы будем чуть дальше у нас будет лекция по фонетике фонологии мы будем обращать внимание на вот эти процессы которые кстати они нашли отражение и фонетических процессах то есть что процесс фиксировался а буквы были в данном случае ну которые стояли на месте на стыке там гласных согласных они были ну реально избыточны вот давайте с вами теперь посмотрим на сейчас минуточку следующий файл на следующий файл да вот хочу чтобы мы с вами посмотрели на такое интересное задание связанное с знанием букв которые существовали в алфавите до восемнадцатого года и ну попытаемся здесь пояснить раскрыть смысл выделить тексты слов и выражений и вспомнить те буквы из церковно-славянского алфавита которые были использованы автором задание звучит следующим образом в начале девятнадцатого века поэт помню даже Глинка печатал в литературных журналах переложение церковных песнов имени то есть псалмур подписывая публикации одной буквы Ф то есть первая буква своего имени Федор да видите как написано Федор прочитайте эпиграмму Пушкина на Федора Глинку ну и дальше напишите буквы церковно-славянского алфавита название которых использовано автором и раскроете смысл выделенных текстов наш друг федературных 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 бормочет нам растянутый псалом поэт федературных не становись ферта дичок федературных ты нижица поэта ну такая достаточно едкая эпиграмма и здесь вот в этих четырех строках спряталось очень много интересного с точки зрения такого лингвистического вот лингвистической загадки ну первое что мы тут видим это букву фетан название буквы да ф использованная буква фетан значит аферт дальше у нас да это название буквы ф поэтому звуковое значение этих двух букв одинаково они обозначили согласно ф да при этом именно фета осознавалась лишней ненужной буквой ну из гражданского алфавита она была мы с вами сегодня об этом говорили устранена еще Петром Первым но вернулась в алфавит под влияние церковнославянских традиций поэтому видите он пишет что вот в данном случае тут очень скрытой смысл от лишних дальше смотрите Кутейкин в акалетах то есть это офицер такой в роли дичка ну вот этот именно сатирический образ он нас отсылает к комедии фанвиза на недоросли помните там дичок Кутейкин он учит митрофанушку а чему он учит церковнославянскому языку так хорошо разгадали Кутейкин в акалетах теперь выражение там встать или становиться фертом то есть имеет значение принимать горделивую фоль важный потому что буква в очертаниях напоминает человека который стоит там руки в боке и это разгадали дальше ижица поэта ну вот ижица название буквы которая также как фита сохранилась лишь церковной традиции для обозначения звуков там и и там звук в тоже может быть там в ограниченном числе слов то есть для понимания пеграны важен тот факт что ижица занимала последнее место это последняя буква алфавита была поэтому ижица поэта наверное мы расшифруем так как наиболее бездарный из поэтов посмотрите как много собрано в этих четырех строках таким образом получается что Пушкин вы смеете не только увлечение своего современника такими церковными песнопениями но и бездарность его творения то есть не вставая в горделивую позу и не причисляя себя к поэтам вот как много можно увидеть в сушкин вообще гениальны конечно хорошо в этой эпиграмме если мы прошифровываем вот этот глубокий смысл который спрятался за такими уже ненужными буквами для современного русского языка для алфавита нашего ну вот на сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрели рассмотрели мы с вами историю пробежа этой истории да создание такого письменного языка это такой был очень такой быстрый экскурс понятно что он был не глубокий это не отдельное занятие у нас по истории русского литературного языка а мы заходили в историю в свете орфографических изменений то есть нам нужно было понять логику этих изменений чтобы не просто выучить вот поменялось а вот должна была ну так сложиться такая последовательность в сначала в понимании потом в принятии потом в осознании того что это такой процесс достаточно сложный и достаточно интересный вот Петр Первый конечно человек великое личность да это видите он и в лингвистике для нас сделал новые ступени в потом будущем создании честеречная получается структура там полетела некоторых слов да и славо образовательный воздух так напоминаю ребята кроме лекций у нас еще с вами вам еще поработать нужно с презентацией тоже внимательно посмотрите задания попытайтесь выполнить и вас ждет еще контрольная работа на сегодня мы с вами встречу завершаем всего доброго до свидания до свидания